Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Юрием Гимельфарбом в его программе «Свободное мнение». Сегодня в гостях у Юрия наш очень давний и хороший знакомый и человек, с которым мы уже не раз встречались. Сегодня он у нас в студии, а вот представит его Юрий Гимельфарб. Прошу вас, господа. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, мои дорогие чикакцы. Я приветствую вас. И действительно, Анатолий прав. У нас сегодня в гостях замечательный человек, которого вы знаете и любите. Это российский журналист, социолог Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, вот мне довольно много приходится беседовать с моими американскими друзьями, с израильскими друзьями, с друзьями из Европы. Из Австралии, из Новой Зеландии. И мне все люди, которые соглашаются с тем, что они говорят, что ну да, у вас очень плохо, но задают вопрос. А почему вы не переизберете единую Россию? Почему вы не переизберете Путина? Так вот, нынешние выборы в Мосгордуму, когда не допустили 57 кандидатов, они, по-моему, это показали. Что это за выборы вообще? Что мы сейчас видели? Ну, я думаю, что действительно трудно понять людям, которые живут в другой политической системе, то, что происходит сегодня в России. Потому что, ну, примерно так же, как советы переизбрать Путина, они выглядят, извините, примерно так же, как рекомендации людям, которые живут за полярным кругом, изменить климат. Прошу прощения. Вот, я думаю, что то, что происходит, это новый, новый этап выключения выборов, который, к которому, новый этап отмены выборов, к которому надо каким-то образом привыкнуть. Сейчас, одну секундочку, я себе водички налью. Я приношу извинения. Так вот, я полагаю, что на самом деле то, что происходит сейчас, это какой-то совершенно новый этап, потому что, ну, такого бесстыдства пока не было. Это действительно результат совершенно чудовищного падения рейтинга власти. И действительно, Единая Россия сегодня стала подпольной партией. То есть, партия Путина, партия власти, это подпольная партия. Кандидаты от Единой России идут как самодвиженцы, и Единая Россия стала ругательством. То есть, люди, которые выдвигаются от партии власти, от мэрии, скрывают свое происхождение от власти, и идут как самодвиженцы, и стараются, чтобы нигде не было упомянуто то, что они представляют Единую Россию. И то, что они практически все непроходные, то есть, партия власти сегодня не проходит никуда. Путин реально поддерживает порядка 10% населения России. Вот реальная поддержка Путина, это примерно 10%. Единая Россия намного меньше. И главное, что сейчас происходит, это то, что в условиях вот такого вот катастрофического падения доверия к власти, к Путину, к Единой России, к государственным, ко всем институтам власти, единственной опорой становятся силовые структуры. Причем это происходит и в Москве, и на периферии. И поэтому, ну, то, что происходит с нерегистрацией кандидатов в Мосгордуму, это можно описывать, это уже просто романы можно писать. Потому что там вот есть живые люди, которые подписались за, так сказать, независимых кандидатов. Вот живые люди. Вот человек стоит, говорит, я подписался. Мы говорим, нет, вы не подписались. Есть специально обученный графолог, который заявляет о том, что это не ваша подпись. Человек, известный человек, там, например, профессор Шейнис, довольно известный, известный диссидент, советский еще. Вот он говорит, я подписался, вот моя подпись, вот я, живой человек. Он говорит, нет, это не вы, это не ваша подпись. Людям говорят, что их нет, что их не существует. Такого человека не существует. Это определили какие-то люди в избирательной комиссии. Какой-то специальный графолог говорит, что это не подпись человека. Человек живой тут же подтверждает, он говорит, нет. Более того, я читал статью замечательную. У нас есть такая газета, Московский комсомолец. Может быть, те люди, которые еще помнят, в советские времена ее помнят. Там была опубликована замечательная статья, в которой некий юрист от власти объясняет, что если человек потом пытается доказать, что он подписал вот это, это не имеет никакого значения. Потому что графолог, который определил, что это не его подпись, всегда будет прав. То есть, на самом деле, существование или несуществование человека доказывается не предъявлением с физического лица, а доказывается неким чиновникам, который говорит, нет такого человека, и все. И даже если в суде этот человек будет присутствовать, показывать паспорт, говорить, что я избиратель, вот я есть, это моя подпись, это не имеет никакого значения. То есть, на самом деле, тут Орл отдыхает. Та патологическая совершенно наглость и цинизм, с которой сейчас мы столкнулись на этих выборах в Московскую городскую думу, она, безусловно, ну, зашкаливает. Ничего похожего раньше не было. Ничего похожего раньше не было. Это результат очень сильного кризиса власти, потому что Путину абсолютно нечего сказать своему населению. Вот у него сейчас нет никакого, так сказать, никаких слов, никакого послания. Он не может ничего сказать. Он повысил пенсионный возраст, он украл несколько лет у граждан Российской Федерации, у пенсионеров. Он очень сильно ухудшил. Все понимают прекрасно, что товары в российских магазинах подорожали за последнее время вдвое. Просто вдвое. Вот каждый человек, который приходит в магазин, видит, он сравнивает, он видит в своем кошельке результаты политики Путина. Мы видим, как происходят катастрофы, буквально рукотворные, как смывают целые города. У нас полстраны затопило. У людей уплывают дома. И людям ничего власть не может предложить. Они должны кредиты за эти дома выплачивать. То есть, на самом деле, ситуация аховая. Страна задыхается от мусорных свалок. То есть, это очень серьезный кризис, системный кризис. Кризис власти. И в этих условиях, конечно, доверие к власти падает. И Путину нечего предложить, кроме насилия. Кроме наглого обмана, отмены, фактически, выборов. Ну, и силовых структур, которые встречают протестующих. Отдельный разговор, конечно, состояние оппозиции. Потому что такая безнаказанность, такое хамство власти может быть в условиях полной импотенции оппозиции, протестного движения. Это тема еще одного серьезного разговора. Игорь Александрович, а не кажется ли вам, что вот тут была одна деталь, что Путин подписал указ о присвоении звания заслуженный юрист России начальнику юридического отдела Мосгородсберкома Риме Казаховой? То есть, следит ли это общество понимать так, что вот подобного рода наглость, подобного рода беспредел, он одобряется на самом верху? Ну, вы знаете, это же практика достаточно уже традиционная. То, что подонков у нас награждают, это известно. И награды, можно по наградам оценивать преступников. Потому что вот пять лет, мы сейчас с вами разговариваем, через пять лет после двух событий. Это пять лет назад с интервалом в несколько дней был сбит малазийский лайнер. Да. И это произошло через несколько дней после того, как в эфире Первого канала вышел замечательный ролик, значит, вышел замечательный сюжет о распятом младенце, которого ни младенца не было, ни распятия не было, и даже площади, на которой якобы этого младенца распяли, тоже не было. То есть, это фейк, который дважды был на Первом канале. Так вот, Ираду Зиналову, которая все это продемонстрировала, она же у нас награждена правительственной наградой за заслуги перед Отечеством первой степени. Значит, те преступники, которые на сегодняшний момент следственной группой международной объявлены виновными в сбитии лайнера, их четверо, они прекрасно себя чувствуют. Господин Гиркин, который являлся тогда так называемым министром обороны, и который писал о том, что, значит, вот птичка упала, имея в виду трагически погибшие 298 человек, упала птичка, птичкопад, нечего летать на нашем небе. Этот человек сейчас военный пенсионер, этот человек сейчас дает интервью, он прекрасно общается с, значит, журналистами, он создает какое-то движение патриотическое, ходит по улицам российских городов, встречается с журналистами, прекрасно себя чувствует. Там вот этот генерал-майор с уголовной, так сказать, кличкой Хмурой, генерал-майор Гру, который, так сказать, организовывал вот это вот путешествие Бука, из которого сбили, тоже прекрасно себя чувствует. Ну, там есть еще два военных преступника с уголовными кричками Крот и Гюрза, которые тоже себя великолепно чувствуют. Понимаете, это полная безнаказанность. Они абсолютно убеждены в том, что, так сказать, они поддерживаются властью. Я думаю, что это иллюзия, потому что в России все случается внезапно. И то, что кажется режимом, так сказать, на века, то, что кажется устойчивым и, так сказать, вечным, внезапно исчезает. Это мы уже проходили, вернее, страна уже проходила и в 17-м году, когда она слиняла в три дня, и в 91-м году, когда она слинялась за более короткое время. Ну, в любом случае, вот сейчас ситуация такая. И сейчас действительно очень серьезное ухудшение ситуации в России. И в экономике, и в социальной сфере, и в политике. Где просто забетонировали все щели, через которые граждане могут выразить свое отношение к власти и к происходящему. А вот не кажется ли вам, что это статья Вячеслава Володина, спикера Государственной Думы в парламентской газете об изменении Конституции, о чем, кстати говоря, несколько дней назад нас предупреждало уважаемое издание Bloomberg. Это как раз и попытка изменить Конституцию так, чтобы именно забетонировать все окончательно. То есть, вы обратите внимание, как же сказал Володин, что передать больше функций парламенту, Bloomberg четко сказал, что после этого Путин становится главой парламента и фактически несменяемым главой государства. То есть, так получается, забетонируют они это все? Ну, то, что проблема 2024 года для них является критической, это понятно. Я полагаю, что то, каким образом они будут решать эту проблему, этот образ, этот способ, этот механизм пока не определен. И то, что Володин написал эту статью, статья потрясающая, конечно, потому что там, ну, вообще статья выглядит как просто такой горячечный бред, потому что в ней ничего не связано. Там говорится о том, что вот цифровизация, вот экология, то есть в огороде Бузина в Киеве дядька. То есть, каким образом из того, что у нас в мире происходит цифровизация, что происходит, так сказать, развитие где-то, там, в Японии, в Соединенных Штатах Америки, разрабатывается искусственный интеллект, каким образом из этого дальше перескакивают на то, что необходимо решить проблему 2024 года. Это загадочная история, но это очень смешно, если так вообще всерьез разбирать этот текст, он очень смешной. На самом деле, он просто очень смешной. То есть, там приводится обоснование необходимости изменения Конституции, ну, это вот как письмо ученому соседу чеховское. Но, что касается действительно реальных возможностей, ну, в какой-то степени Володин, конечно, пытается воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы перетянуть одеяло на себя. Потому что он сейчас председатель, он спикер парламента, спикер Государственной Думы. Он ни слова не говорит о том, каким образом может быть изменится полномочия Совета Федерации. Хотя, на самом деле, Совет Федерации, так сказать, является верхней палатой парламента, и уж логичнее было бы ему какие-то функции передать. Вот, хотя и там, и там марионетки путинские. Понятно, что будут пытаться решить как-то эту проблему. Один из этих вариантов, наиболее очевидным, это изменение Конституции и перераспределение рычагов управления страной таким образом, чтобы можно было там сделать такого вот, ну, например, президента как Федеративной Республики Германии, ну, такого представительного, ну, и абсолютно всевластного какого-нибудь там главу парламента или главу, скажем, так сказать, исполнительной власти, что тоже возможно. То есть, как будет это решаться, неважно, понятно только одно. Вот есть аксиома, а все остальное, это уже варианты. Аксиома является то, что Путин уйдет из Кремля либо в тюрьму, либо ногами вперед. Других вариантов не существует. Вот здесь вот можно с уверенностью сказать. Вариант, когда Путин уходит в результате какого-то демократического процесса, невозможен абсолютно. Такой опции на сегодняшний момент не существует. Это очевидно. Ну, по очень простой причине, потому что для Путина уход от власти возможен только в двух случаях. Либо он уходит, так сказать, в мир иной, либо он уходит в тюрьму. Других вариантов просто нет. Не существует такого преемника, который бы, так сказать, мог гарантировать Путину безопасность и свободу. Такого преемника не существует в принципе. Даже такой вот уникальный человек, как Медведев, лишенный абсолютно политической потенции, то есть абсолютный политический ноль, все равно не смог бы обеспечить Путину безопасность и свободу в нынешних условиях. Поэтому вот варианты только такие. Как это будет решаться, так сказать, ну, в любом случае, скорее всего, изменение Конституции. Я думаю, что через какое-то время этот процесс будет развиваться. Но я думаю, что существует и другая возможность. Существует и, так сказать, возможность смены власти через другие процессы. Потому что все-таки, еще раз говорю, в России все случается внезапно. И это всегда было. В России серьезная смена, а назревает, безусловно, смена. Потому что главный процесс, который на сегодняшний момент происходит в России, это, безусловно, распад Российской империи. Который начался в 1917 году. Второй этап этого распада был в 1991 году. И сейчас предстоит следующий, третий этап распада Российской империи. После Путина, безусловно, Россия в прежнем состоянии, в прежних границах существовать не будет. И в этом смысле, вот тот же самый Володин, которого вы к ночи, не будь помянут, произнесли это слово. Он в какой-то степени прав. Сегодняшняя путинская Россия, это Путин. Есть Путин, есть такая Россия. Нет Путина, такой России не будет. Я думаю, что на Путине, Путин это последний главарь, так сказать, вот этой имперской России. В нынешних границах Россия после него сохраниться не может, потому что он все, он выел Россию изнутри. Он ее выжег изнутри. И она держится сегодня только на силе, только на вот этой вот мафиозной спайке, которая, так сказать, фактически замыкается на него. Убери его, и эта спайка рухнет. И ничто не удержит уже в России там Северный Кавказ, видимо, Дальний Восток и так далее. Вот, ну, на сегодняшний момент мне представляется это очевидно. Игорь Александрович, давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». В студию Юрия, заметьте, номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, набирайте номер, а у нас уже есть первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Игорь Александрович, добрый день. Мне хотелось бы, и мы не такие, конечно, компетентные, как вы, мне хотелось бы, чтобы вы ответили на несколько непонятных вопросов. Джан Керри еще до того, как он ушел, обещал показать satellite images сбития этого Боинга. Так ушел, ничего не показал. Первый вопрос. Второй вопрос. Объясните мне, почему черные ящики, где все слышно, уехали не в страну расследования, Голландию, а в Великобританию, и там пропали? Третий вопрос. Объясните мне, пожалуйста, куда пропала эта диспетчерша 26-летней Днепропетровского аэропорта, которая направила самолет в зону боевых действий? И последний вопрос. Сегодня MSN.com написали, что тот кусок ракеты, который якобы был сбит этот Боинг, показали эти голландские исследователи, оказался не разорвавшийся снарядом. Позор! Объясните мне все эти вопросы, а потом будете обвинять Россию в чем-то. Если вы позволите, я изберу очень простой ответ на все эти вопросы. Дело в том, что то следствие, которое сейчас ведется и которое заканчивается, это следствие по условиям вот этой международной группы, оно не предоставляет всей информации. Вся информация будет предоставлена, начиная с 9 марта 2020 года. Вот тогда будет основание серьезно анализировать, что там, какие там нестыковки и так далее. Дело в том, что я объясню сейчас, почему я считаю оправданным эти действия следствия. Дело в том, что мы имеем дело с людьми, я имею ввиду, это те люди, которые заинтересованы в сокрытии улик, в том, чтобы каким-то образом убрать свидетелей, в том, чтобы каким-то образом уничтожить вещественные доказательства. Эти люди находятся в Кремле, они находятся сейчас в Донецке, в Луганске. И если сейчас следствие предъявит все доказательства, обнажит всю нить следствия, то, безусловно, она даст возможность уничтожить все улики и воздействовать на свидетелей. Поэтому официально, генеральный прокурор, сейчас, одну секунду, меня тут просят снова надеть наушники. Я просто надеялся, я прошу извинить за суету. Сейчас. Так, так лучше? Да. Хорошо, значит, еще раз. Я полагаю, что вот эти действия международной следственной группы, они оправданы, прежде всего, потому что до суда, который начнется 9 марта, опасно предъявлять, полностью раскрывать все, что накопало следствие. Потому что мы имеем дело с людьми, которые не остановятся абсолютно ни перед чем для того, чтобы скрыть свою вину. Мы прекрасно понимаем, что помимо этой четверки, в том, что произошло 5 лет назад, безусловно, виновны целый ряд людей, которые находятся в Кремле. И то, что будут на суде 9 марта названы фамилии тех людей, которые руководили всем этим процессом, потому что очевидно, что Бук не мог сам приехать. Даже полномочий генерал-майора под названием, с творческим псевдонимом Хмурый, недостаточно для того, чтобы привести Бук на территорию Донецкой области. Понятно, что команды удавались из Кремля. И авторов команд, безусловно, суд обозначит, найдет, и они будут в качестве обвиняемых присутствовать. Для того, чтобы этого избежать, безусловно, будут все попытки использованы для того, чтобы сокрыть улики. Уничтожить записи, уничтожить свидетелей, воздействовать на суд каким-то образом и так далее. Поэтому я считаю, что надо просто дождаться суда. Сейчас объявлены обвиняемые. По этому поводу, ну, первая четверка обвиняемых. Причем здесь доказательная база довольно серьезная. То, что человек, который руководил вооруженными силами, так сказать, вот этих сепаратистов в то время отвечает, я имею в виду Стрелкова, Гиркина, это очевидно. То, что вот этот, так сказать, генерал-майор Гру, который, так сказать, руководил в то время разведкой и силовыми структурами, отвечал за перевозку Бука, это тоже достаточно очевидно и так далее. То есть здесь это доказанные вещи, которые уже невозможно скрыть. Все остальное, я полагаю, узнаем во время суда, который начнется 9 марта 2020 года. Ну, очень, я считаю, очень подробный обстоятельный ответ. Ну, единственное, хотелось бы добавить такую вещь. Наверное, не все понимают, что такое выражение, что собой являет выражение «тайна следствия». Это первое. И второе, я бы хотел посмотреть на это следствие, которое все карты держат в открытом состоянии, и каждое свое какое-то, какую-то улику или доказательство в открытую показывает обвиняемым. Это было бы, наверное, просто смешно. Но я имею в виду до суда. Для этого существует суд, и вот там уже раскрываются все карты. Поэтому, я думаю, где-то так. У нас есть еще звонки, пожалуйста. Я только единственное, я прошу прощения, единственное, дело в том, что мы имеем дело с нетрадиционными обвиняемыми. Обычно обвиняемый в таких тяжких преступлениях, он лишен серьезных возможностей воздействовать на следствие. Наши обвиняемые не просто находятся на свободе, они обладают гигантскими ресурсами и финансовыми, и силовыми для того, чтобы принципиально изменить ход следствия. Поэтому здесь вот то, что вы сейчас только что сказали, в тысячекратном размере справедливо в данном случае. Я даже больше скажу, мне бы всегда смешно слушать, когда в новостях или в некоторых ток-шоу российских объявляют такую систему, мы предложили нашу помощь в расследовании, но почему-то нас не пригласили. Ну, это же смешно. Примерно то же самое, что там Чикатило, например, или нацистские преступники предложили бы свою помощь в расследовании на Нюрнбергском трибунале. Ну да. Ну, в общем, да. Где-то так. Добрый день. Вы в эфире. Спасибо за то, что подождали. Прошу вас говорить. Большое, пожалуйста. Вы себя только что прослушали, господин эксперт, а? Четыре года нам рассказывают какие-то новые факты, предоставляют, и все это ерунда. Позор просто таким экспортом, как вы. А теперь еще одно. Что я могу сказать в данном случае? Что предъявляют данные, то, что Кремль предъявляет, ну, вы меня извините, это уровень какого-то низкопробного блогерства. Я приведу простые примеры. Ну, вот хорошо. По поводу вот этого малазийского Боинга. Тень от якобы украинского истребителя, она такова, но это астрономы уже показали, что такой истребитель, он должен быть размером с пять футбольных полей. Ну, ребят, ну, здесь что, прекрасно, плактель, смеяться. Далее, вот все вот эти вот доказательства, которые нам предъявляло центральное телевидение, ну, знаете, ну, просто смеяться над этим хочется. Вот ничего. Поэтому я абсолютно согласен с Игорем Александровичем, что действительно необходимо подождать. Вообще, вот, я наблюдаю в современной благосфере и так далее, в интернете, что очень много таких вот торопыжек, которые говорят, почему нам ничего не сказали, а, значит, от нас что-то скрывают. Таки да, скрывают. До тех пор, пока не начнется суд. Вот когда будет суд, а я убежден, что суд будет точно так же, как Нюрнбергский трибунал, открытым, вот тогда и задавайте вопросы, господа. Но не раньше. Спасибо, спасибо большое. Я слышу, у нас есть следующий слушатель на линии. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я, к сожалению, практически ничего не слышала. Включилась, когда Игорь Александрович сказал, что неопровержимые доказательства. Доказательства действительно, все логично было выстроено. И, как говорится, не подкопаешься, не то, что на эти российские версии, которые они пытались нам подсунуть. Но у меня сложилось впечатление, что нам подсовывают вторые, ну, как сказать, вторых людей. Основных Путин выкупил. Почему мне так кажется? Потому что, ну, в прошлый раз, когда вы, ну, выставили все доказательства... Алло. Алло, алло. Добрый день, это Анна из Нью-Йорка. Вы знаете, я вам просто хотела немножко посоветовать, поменьше обращать внимание вот на этих вот товарищей, очень любящих российское телевидение. Человек явно троллят. Поэтому зачем вовлекать всю аудиторию в его игру? Спасибо, Анечка, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Спасибо большое. Алло. Добрый день, господин Червец, я не знаю вашего гостя, как зовут. Можно задать ему вопрос? Гостя зовут Игорь Александрович Яковенко, пожалуйста, конечно. Да, Игорь Александрович Яковенко. Прослушал я ваши ответы, и ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если бы это сделало ополчение, почему они тогда способствовали вывозу обломков этого Боинга и всячески старались помочь ОБСЕ и всей следственной группе в Голландии? Я помню даже про кредитные карточки, как говорили ополченцы, разворовали, тут Варвара нам трубила. Но финансисты Голландии провели расследование, ни одного доллара не было украдено с кредитных карточек. Это раз. Во-вторых, во время того, как приехали голландские следователи и ОБСЕ, украинская армия прицельным огнем лупила по этому району, где был Боинг. Вы же понимаете, это противоречит логике. Если я сбил, да я не дам никому туда подойти и уничтожу этот район, сотру порошок все там. Но они сделали все наоборот и поспособствовали. И на каком основании Великобритания получила черные ящики, которые пропали? Благодарю за ответ. Спасибо, Валерий. Спасибо. Позвольте мне все-таки ответить. Значит, судя по всему, информация, которая нам сейчас была предъявлена, почерпнута из каналов российского телевидения. Я просто узнаю даже интонации. То есть тут даже запятые никто не поправлял. Вам ничем не помнила эта интонация господина Шейнина, нет? Ну, тут может быть Шейнин, может быть Киселев. Тут вопрос в каких-то случаях это Соловьев и его эксперты. То есть на самом деле это все трансляция каналов, трех каналов российского телевидения. Это неправда, потому что длительное время, поскольку действительно эта территория контролировалась ДНР, ЛНР, там действительно длительное время никого не пускали. Что касается бомбежек, то ну там идет война. Там война идет, поэтому там бомбят и обе стороны. И с той стороны, и с другой стороны идет стрельба. И с этим связано то, что касается разграбленных, так сказать, останков и трофеев, с которыми фотографировались бандиты ДНР, ЛНР. У вас они получаются совершенно какие-то бескорыстные Робин Гуды. Это бандиты, обычные бандиты, которые на самом деле разграбили эти останки, которые фотографировались на фоне убитых людей. Таких фотографий очень много. Они выкладывали фотографии трофеев, которые они добыли там на этом, так сказать, мародерствуя на этом уничтоженном Боинге. Так что, ну, здесь, понимаете, здесь просто чувствуется, что источники информации диктуют позицию. Жаль, жаль, что, так сказать, люди верят вот этим лживым людям, которые на сегодняшний момент находятся на российском телевидении. Ну, посмотрите еще раз на, еще раз просмотрите сюжет о распятом младенце. Вам станет все ясно. Вот как действует российское телевидение. И таких сюжетов тысячи. Просто тысячи. Я, кстати говоря, Игорь Александрович, я хочу добавить, что тогда, в 2014 году, был большой скандал по поводу некой пользовательницы социальной сети ВКонтакте под ником Золотося. Я писал на эту тему статью, я это очень хорошо помню, которая хвасталась трофеями, который подарил ей ее бойфренд, который, в свою очередь, их взял на месте преступления. Поэтому это очень хорошо все было, это все зафиксировано. И в данном случае, я больше того скажу, что на самом деле, вот мародерство, это вот я привел только один пример, вот этой Золотосии. На самом деле, это мародерство, вот вещей погибших, оно там принимало достаточно крупные масштабы. Это вот только что касается мародерства. Вот. А что касается обстрелов и так далее, вы знаете, уважаемый радиослушатель, мне это напоминает заявление летчик-космонавта, а ныне депутата, госпожи Серовой, которая сказала, что она из космоса, из МКС, она видела, как украинцы обстреливали жилые кварталы. Вот. Прямо вот взяла. Ну, по этому поводу, конечно, уже пользователи Ютуба, пользователи интернета оторвались на эту тему не по-детски, что как это с высоты 200 с лишним километров увидеть, что на снарядах написано «Made in Украина». Да, а на мандатах... Да, а на мандатах... В украинский флаг, в желто-блокитный флаг. Ну, конечно, понимаете, оторвались на эту тему, конечно, очень хорошо. Но, господа, я все-таки призываю вас быть серьезными и вот воспринимать то, что говорят на сервильных российских СМИ, ну, я не знаю, но это можно только с пьян. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос к Игорю Александровичу. Игорь Александрович, ну, прежде всего, одно слово. Я... У меня вообще нет российского телевидения. Вообще нет. Я смотрю только американское телевидение и в интернете серьезные статьи. Игорь Александрович, как вы объясните... Я говорю о факте. С буквы F. Факт. Фотофакт. Вот это вот кабина летчиков, пробитая 30-мм снарядами. Причем одни края рваные загнуты внутрь, а другие наружу. И специалисты говорят, что взяли с двух сторон. Самолеты с двух сторон. Края загнуты внутрь, края загнуты наружу. Игорь Александрович, вы же специалист. У вас же доктор, вы доктор технических наук. Вы генерал какой-то там, я не знаю, это самое. Ну, скажите, как вы объясните это? Значит, во-первых, я должен сказать, что я о себе узнал очень много нового. Значит, я... Но если вы так говорите, уверен, значит, у вас образование и очень хорошее... Я, во-первых, никакой не генерал. Вот. Во-вторых, я не считаю себя специалистом в технике. И я думаю, что на самом деле здесь особых специалистов в технике не нужно для того, чтобы понять, что то, что осталось от самолета после того, как были иноземные бомбардировки, иноземные... Там же после того, как этот самолет сбили, его еще очень основательно обстреливали. Останки этого самолета очень серьезно обстреливали. Поэтому то, что от него осталось, это уже производное от целого ряда событий, которые после этого произошли. Еще раз говорю. На сегодняшний момент я предлагаю все-таки дождаться серьезного доклада, окончательного доклада, который будет предъявлен 9 марта, потому что все остальное это домыслы. Я просто одну секунду еще хочу занять ваше время для того, чтобы ответить более развернуто на ваш вопрос. Дело в том, что мы помним хорошо, как российское телевидение, российская пресса, в том числе «Комсомольская правда», приводила убедительные свидетельства того, что этот самолет был уничтожен, значит, украинским самолетом. Называли летчика, приводили свидетеля, который видел, как и рассказывал, что ему этот летчик исповедовался. По-моему, летчик Волошин, кажется, или не помню, я его точно... Да, Володин. Да, Володин, Володин. Вот этот летчик Володин якобы исповедовался какому-то свидетелю, которого притащили в «Комсомольскую правду», и он рассказывал о том, что этот летчик Володин, значит, ему рассказывал, как он сбил этот малазийский лайнер. Это было в «Комсомольской правде». Потом, буквально в это же время, рассказывали, что это был украинский БУК. И приводили тоже специалистов, тоже как раз генералов, специалистов в области техники, которые рассказывали, что вот, пожалуйста, это украинский БУК, который на самом деле уничтожил этот «Боинг». То есть, одновременно... Причем вот в одно и то же самое время по одним и тем же каналам рассказывали. Когда задается вопрос, так, ребят, вы какой версии придерживаетесь? Либо это украинский летчик, либо это украинский БУК. То есть, на самом деле, ну, надо как-то определиться с этим. То есть, нельзя врать одновременно в разную сторону. Поэтому, я думаю, что здесь надо все-таки уметь... Вот для того, чтобы установить истину, нужно всего две вещи. Во-первых, фильтровать источники информации, выявлять их репутацию. Если вам «Комсомольская правда» и три канала российского телевидения постоянно врут, ну, наверное, пользоваться этими источниками информации не стоит. И второе, надо просто уметь сопоставлять факты. Вот и все. Я к этому хочу очень коротко добавить. Я, конечно, не военный специалист, не технический специалист, но хочу сказать, что даже я знаю, что чем страшен БУК? Это тем, что поражающие элементы там напоминают сверла. Поэтому, в данном случае, не важно, когда... Ну, не надо попадать непосредственно в цель. Надо, чтобы этот БУК разорвался, ну, метрах в 20-30 от цели. Далее, как правильно заметил Игорь Александрович, этот район обстреливался. А малазийский «Боинг» упал, мягко говоря, не целым. Там были части. Вот почему там были обнаружены загнутые края, как извне, так и внутрь. Вот в чем проблема. И я просто тоже, я абсолютно согласен с Игорем Александровичем, что, господа, тут даже уже не так важно из российских источников, вы это подчеркнули, из американских источников, из Новозеландских или из Попова-Новой Гвинея, смотрите на репутацию этого источника. Так, Игорь Александрович, но у нас осталось меньше минуты. Я благодарю вас за интереснейшую беседу. Огромное вам спасибо за потрясающие... За ответы на ваши вопросы. За истинное удовольствие от общения с вами. Анатолий, спасибо вам огромное за неоценимую помощь в проведении эфира. Итак, друзья, вы слышали точку зрения российского журналиста-социолога Игоря Александровича Яковенко. Но, как всегда, я напоминаю, друзья, выводы делать только вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok